У нас с Надюжей сегодня культурный выход в город. Мы идем в музей города Тулона и его окрестности. Видите, какой пейзаж Тулонский. Это городской театр города Тулона. Здесь такое старинное здание. Здесь все старинное и старое. Здесь такие улочки туристические. Узенькие, старые дома, пошарпанные. Вот по ходу движения встречаются такие места интересные, красивые. Среди домов. Летом они, скорее всего, видите, забиты туристами. То есть уже октябрь месяц, но еще, видите, тепло. Дождь прошел немножечко. Ветерная погода. Ну что, ребятки, среди старых улочек Тулона вот располагается музей истории Тулона и его регионов. Сейчас мы туда зайдем и ознакомимся. Ребята, вот мы находимся в музее истории Тулона и его окрестностей. Такой небольшой музей, раскинувшийся вот на первом этаже. Вот просто вот такая большая комната. И, как сказал гид, который нам только что представил все это. Это здание, вот это бывшая мельница по выжимке оливкового масла. Вот видите, вот эти вот выемки. Здесь была огромная такая шпала стояла, то есть деревянная перегородка. И в ней находился вот этот вот винт. Винт, то есть пресс. И давили масло. Чтобы вы понимали, как все это выглядело. Вот здесь очень хорошая фотография, старинная. Вот видите, балка. Вот этот винт на конце вот. С набалдашником таким вот он перед вами. И все это приводилось в движение руками человеческой силы. Вот так вот. Такие вот здесь старинные, прикольные, интересные места. Это, смотрите, вот раз, два, три. Пресса была с этой стороны четыре, пять. Вот здесь давили в оливковое масло. Идемте дальше. Вот здесь вот это всевозможные объекты, вот вещи, которые были собраны по городу во время его становления, строения, разрушения. Вот собирали эти такие старинные двери. Античные, так сказать. Как во дворах до сих пор мы видим некоторых домах по Франции. И как вот в тюрьмах. Видите, вот эти вот картины тоже найдены. Тут всякие эмблемы. Смотрите, старинные ключи Тулона. Так, ну и так как Тулон это огромная военная морская база. Вот здесь 200 лет назад был такой культурный обмен, военный обмен военными делегациями. Здесь даже, смотрите, вот все вот эти корабли, которые приезжали в то время, их запечатлели на картине. Видите, Блинов, русская эскадра в Тулоне, 1803 год. Или 93-й, нет, 93-й. Вот все вот эти вот вещи. Вот видите, праздник. Она говорит, ну гид, что вот этот праздник длился две недели. Праздничество Бухалова. В Кронштадт поехала французская делегация на кораблях эскадра. А во Францию приехала русская эскадрильня, видите. Ну морская на кораблях. Русские моряки. Видите, помнят. Хранят в памяти. Да, вот здесь еще такая страничка, посвященная второй Великой Отечественной войне. Все знают, что вот Франция была оккупирована немцами, и французы, чтобы флот не достался немцам, они его просто весь затопили. Видите, затопленные корабли. Как русские, Москву сожгли. Ну а потом вот, когда выбивали немцев, англичане бомбили тут рядом и, естественно, ну били по немцам и по Тулону, видите, вот это все. Разрушенные дома Тулона. Вот здесь вот очень такой огромный и красивый макет Тулона. И вот, видите, возле моря, естественно, расположилась военная часть французская. Она до сих пор существует, работает. И эта военная часть называется Арсенал. Вот, если я буду гулять в той стороне, я сниму. В общем, огромная часть, которая длится несколько километров вдоль моря. Естественно, для кораблей там столько места надо, как аэропорт. Старые авианосцы французские. Тоже предвоенные корабли 39-го года. Вот, если кто знает, Клеменсон был продан в Бразилию. И у бразильцев там какая-то проблема возникла, не знаю, что они. Не смогли они его эксплуатировать. И просто затопили его возле берега Бразилии. Представляете? Такая вот история. Старого авианосца. Ну вот, мы, в принципе, и посмотрели. Маленький музейчик. Да, вот такие вот старинные улочки среди домов. Бары, рестораны. Редкие туристы. Вот, смотрите, вопреки тому, что вот, как бы, уже октябрь месяц, прохладно. Все равно вот ходят люди, гуляющие. Видите, там уже море видно в конце. Море рядышком. Набережная. Бьют часы на Старой башне. Провожают день вчерашний. И звонят колокола. Видите, какая музыка. Найдем вам видео. За кадром. Ну, ребята, смотрите, это все тот же Тулон. Такие вот узкие, старинные улицы. С пошарпанными домами. И вот эти вот просквозные дворы в домах называются пассажи. Видите, пассаж до рио. Вот, их, видимо, на ночь закрывают, я так думаю, чтобы люди здесь не сали, не срали и не устраивали бомжать. Видите, под домами какие проходы интересные. И мы снова на туристической улице. Ну, вот так вот бродишь по этим подворотням. Проходишь по этим вот пассажам под домами. Вот дальше вот такие вот интересные места с глобусами. Вот, и тоже такой дизайн, видите. Какие-то железки для красоты. Так вот люди живут. Да, вот так вот идешь, идешь, и вдруг раз, видите, пол корабля из дома торчит. Арт-модерн, современное искусство. Салю, папа! Вот, видите, так выходишь опять с улочки и попадаешь на пляж Дель-Акер. То есть, это как площадь квадрата, так если вот переводить. Вот такая квадратная площадь среди домов. Каких здесь много уже, как я заметил. И все усыпаны барами, ресторанами, видите. В хорошую погодку можно присесть. Передохнуть, смочить горло. Вот здесь просто на палетах люди сидят, видите. Дизайн такой. А там вон какие-то шары прозрачные тоже, видимо. Чтобы сидеть внутри. Поближе с ней. Идет конструкция баров, ресторанов. С пластика. Придем сюда, когда построят. И посидим здесь внутри этих шатров. Вот, смотрите, ребятки. Мы только что вышли на набережную. Вот еще один музей. Не восходим потом. Музей моря. Видите, это Тулон. И вот мы выходим сейчас на набережную. Видите, там уже корабли вдалеке. Вот, видите, пальмы. Они придают такой экзотический вид. Как будто мы гуляем в каких-то заморских странах. Вот. А это всего-навсего Тулон. Тулон, Франция, побережье Средиземного моря. Ребята, смотрите, вот это вот здание называется Арсенал. Вот, то есть это начало или конец, смотреть, с какой стороны смотреть. Военно-морской базы. Вот, видите, там вот уже видны военные корабли. Вот. И вот туда вот несколько километров продолжается вот эта вот база. Видите, вот она закрыта с этой стороны. И вот здесь вот начинается порт. Такой свой порт. Порт своих яхт. И что интересно, вот прошли дожди. Не знаю, это из-за дождей или это прилив. Ну, на Средиземном море нет такого большого прилива. Просто вровень, можно сказать, вода поднялась. Она была гораздо ниже раньше. Просто вот вровень. Обалдеть. Я такого никогда не видел. И вот это вот такое место, оно... Ну, центральное место, можно сказать. Оно вот усеяно все барами и ресторанами. Вот в ту сторону, вот вдоль этого порта. И вот здесь прогулочные кораблики. Катера. То есть вы можете сесть и прогуляться вдоль военно-морской базы. Вон гражданские корабли, лайнеры, которые ходят на Корсику. И все там куда-нибудь, не знаю. Видите, здесь прикольно, когда хорошая погода. О, а здесь вообще, смотрите, аж волны морские. Обалдеть. Первый раз такое вижу. Здесь вода, не знаю, на метр меньше всегда, на пару метров. Вечер, приятная музыка. Надюша, поднимем эти бокалы. За прекрасный вечер на берегу моря. Так, вот и пицца поспела. С расплавленным текущим сыром. Так, а вот еще одна пицца подоспела. Вторая порция. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.